Че как, 3 секунды истории. Сервис доставки ракета, он же Рокет, созданный в 2018 году, был частью компании Покупон. Началом работы считается 5 марта 2018 года, когда курьеры доставили первый заказ в город Днепропетровск. Летом 2019 сервис был выкуплен в Покупон тремя партнерами, среди которых Алексей Юхимчук, Станислав Дмитрик и третий партнер, имя которого не разглашают. Сейчас мы доберемся и туда. Обо всем по порядку. Алексей Юхимчук и Станислав Дмитрик познакомились в Гроупон, где оба работали менеджером по продажам. Занимались привлечением новых партнеров в платформе. Там они сдружились на почве тяги к предпринимательству, а в итоге вместе начали развивать совместные проекты. Одним из первых был сервис 3D печати 3D Craft, который партнеры продали, сумму не разглашают. Затем Юхимчук и Дмитрик запустили сайт коллективных покупок YoUKraine, который за первые 6 месяцев работы попал в топ-3 игроков среди порядка 40 конкурентов, обогнав тот же Гроупон по количеству партнеров. Однако рынок в сфере к тому моменту уже стагнировал, поэтому сервис в итоге закрыли. Последним совместным проектом до ракета стал GoFit – единый абонемент в сотне фитнес-залов страны. Сервис предлагал занятия в любом тренажерном зале, бассейне, школе танцев, степ-аэробике и т.д. за единый абонемент стоимостью в 600 гривен. Мы были максимально одержимы этим проектом, поскольку сами являемся фанатами спорта, в частности бега и кроссфита, рассказывает Алексей Юхимчук. Однако хлопцы решили выйти из GoFit, дабы сфокусироваться на других проектах. Как говорит Дмитрик, и добавил, что продавать сервис не стали. Просто вышли из состава учредителей, передав свои доли оставшимся соучредителям. GoFit работает до сих пор. Ракета. В 2017 году друзья перешли работать в Покупон топ-менеджерами в отдел развития бизнеса. Осенью 2017 года перед ними поставили задачу запустить футтеч-направление на базе ресурсов по купон. Так родилась ракета. 5 марта 2018 года был осуществлен первый заказ в городе Днепр, еще до того, как на рынок Украины зашли Uber Eats и Glovo заявились. Мы выбрали самый правильный тайминг для запуска. В Украине существенно растет доля использования смартфонов, прирастает доля онлайн-заказов. Люди все больше доверяют формам оплат кредитными картами через интернет-сервисы. Если к этому приложить факт того, что человек принимает пищу в среднем трижды в сутки, а также факт отсутствия на то время на рынке игроков, самым неразумным поступком было бы не воспользоваться этим моментом, говорит Юхимчук. Основная команда базировалась в Киеве. Именно в столице писали софт, формировали стратегию, начали строить первые процессы и логику. С самого начала целью было покрытие всех крупных городов Украины. Однако решили, что первым городом станет Днепр. Была тестовая площадка, полигон проверки гипотез, так сказать, город, где оттачивали процессы. Запуск Днепра был особенным. Не было абсолютно ничего, ни единого ресторана, ни одного курьера. В момент, когда начали вести переговоры с рестораторами, мы параллельно дописывали софт. В первый месяц работы с сервисом мы с трудом подключили первых пять партнеров. Работало семь курьеров, было выполнено 89 заказов, из которых первые доставляли самостоятельно. Тем не менее, сделав запуск в Днепре, партнеры убедились, что продукт востребован. Начиная со второго месяца, количество заказов начало расти в геометрической прогрессии. Крупные фонды не захотели участвовать в инвестировании, ибо на рынок к тому моменту уже зашли Uber Eats и Glovo. Пацаны говорят большие дяди, для ракета места нету, ешь котлету по бюджету, бабок нет, базара нету. Однако Дмитрий и Юхипчук не сдавались. Рынок доставки еды в Украине очень молодой и находится в начальной стадии развития. Уровень проникновения платформа потребитель составляет менее 5% и будет расти и в течение нескольких лет кратно. А также опередит уровень проникновения ресторан-потребитель, комментирует Дмитрий. После длительных поисков нашелся третий партнер, который не побоялся конкуренции со стороны глобальных брендов. И летом 2019 года с его помощью Ехимчук и Дмитрий полностью выкупили у покупон все интеллектуальные права на ракета и софт, который был создан на тот момент. Условия сделки не разглашают, а имя третьего соучредителя также держат в тайне. Однако по данным Аин Юа сумма сделки составила около 5 лямов баксов, а имя третьего партнера доступно в реестрах. По данным Ю Контрол, то есть Твой Контроль Йоу, третьим бенефициаром ТОВ Ракета Деливери является Игорь Рохлин. Ему принадлежит 80% компаний, Ехимчук и Дмитрий владеют 10% каждый, не густо. Рохлин имеет гражданство Израиля, но сейчас проживает в Украине. Помимо доли в ракете у Рохлина несколько бизнесов в сфере аренды недвижимости, колсанкинга и разработки игр, ну и так далее. Рохлин не принимает участие в операционной деятельности, но стратегические вопросы и длительное планирование мы обсуждаем вместе, пояснил Станислав. У него было несколько IT-компаний и он давно раздумывал над запуском футэч-стартапа. После сделки часть команды из покупон, которая занималась исключительно развитием Ракета, это целых 5 человек, перешла в новую компанию на те же условия и зарплату. После этого начали формировать все ключевые отделы с нуля. Вторым городом стал Киев, далее ракета пошла во Львов, Харьков, Одессу, Винницу, Запорожье, Полтаву, Кривой Рог, Ивано-Франковск, Николаев и так далее. К запуску Киева были более чем готовы. Имея экспертизу Днепра, в день запуска в Киеве 11 ноября 2019 года было подключено более 100 ресторанов и на линии были сотни курьеров. И все хорошо, и погнали наших городских. Статейку я немного доработал, накатала редактор и журналист Майя Яровая, Аин Юа. Ссылочка будет под видео. Все по чесноку, все как надо. Ну и то, зачем мы здесь собрались. Ух, да, наконец-то. Отзывы неблагодарных курьеристов и курьеристок. Футка, товарищи, футка, это все моя секретутка. Погнали. Фронт-энд-розработчик. Залишу і я свій відгук. Прочитавши минулий коментарий, можу сказати, що мені більше фартануло з початковим спілкуванням. Ну і одразу всім рекомендація з власного досвіду. Якщо вам пропонують роботу в компанії сторонне агентство, то краще зв'язатися напряму. Я зі свого боку мав зв'язок через джин, тому спілкування і етапи спецбесід пройшли швидко і приємно. Дуже швидко і дуже приємно. Так. Ну а тепер про саму компанію. Скажу для початку, що після ракети я зрозумів, що навіть якщо я буду шукати іншу роботу в майбутньому, то це буде тільки продуктова компанія. Любов до продукту тут відчувається у будь-якому відділі. Якщо говорити конкретно про ті відділ, то коли я прийшов компанію, нас було десь 15 чоловік. Зараз спеціалісти в рази більше. Відбір у команди відбувається не лише за технічними скілами. І це круто. Результати такого підходу потім дуже сильно відчуваються у спілкуванні. Щодо процесів, то я починав працювати, коли вони були не ідеальні. Але істеон над цим працює. Якщо бути дуже точним, то вся команда працює над цим. Ми обираємо оптимальний варіант і підлаштовуємо процес під наші потреби. В будь-якому випадку, якщо ти запропонуєш щось крутецю, обов'язково обговорити, спробують. За 6 місяців, які я тут працюю, проєкт зробив просто величезний ривок. Пишу і згадую, який він був і який стає. Була зроблена колосіальна робота. І найголовніший наш проєкт – це не про монотонні завдання, від яких втрачаєш бажання працювати і розвиватися. Тут завжди стимул рости, як від планів, які презентують співзасновники та від самої команди. Що можна улучшити? Безперечно, компанії є над чим працювати. Я ще жодного разу не зустрічав ідеальних умов. Але мені подобається, що ми всі разом працюємо над цим, починаючи від коду і закінчуючи культурою спілкування та становлення один до одного. Следующий кур'єр. Плюси? Нет. Що можна улучшити? Щоби начать роботати, нужно заплатити за сумку 500 гривень. Ще в течении следующих місяців у тебе будуть высчитывать по 250 гривень 4 рази, равно 1000 гривень. Ітого 1500 гривень за фирменну сумку, которая стоит дороже, чем сумка Глова. 400 гривень на OLX. Т.е. со старта тебя, как лоха, разводят на деньги. На вопрос, почему сумка стоит дороже, чем Глова, йоу, товарищи? Ответ. Она сделана в Украине из качественных материалов и выдержит более 2000 перевозок заказов. Ну вы серьезно, йоу? При полной нагрузке 50 и более часов вы будете зарабатывать 8000 гривень. Пишет романтичная и неземная особа Анна Шаповал. Я из тех безнадежных романтиков, для которых архиважно любить свою работу. Для меня это не место зарабатывания денег. Нет, нет. А пространство для самореализации, развития, попыток создать что-то новое и принести пользу бизнесу. И ракета, ракета, мои милые, для меня именно такое пространство. Первое, на что я обратила внимание при найме, это ценности. На мой вопрос, чем вы гордитесь больше всего? Ну, Алексей, один из кофаундеров компании, ответил сразу. Команда! В этот момент я поняла, что очень хотела быть, стать частью такой компании. О боже! Мы летим с ракетой уже полгода. И пусть полет не всегда легкий, но очень интересный и комфортный. Здесь самая здоровая атмосфера, из всех, в которых мне довелось поработать. И самый крутой коллектив, целую, мои милые, улетела. Пишет некий MX-88. Про ракету скажу добрые слова. Она дает возможность заработать. В это тяжелое время. Объем заработка зависит от потраченного времени. У меня получалось около 8-9 тысяч в месяц. И совмещать с другой работой. Работал курьером на велодоставке. Потом перешел на пешие курьеры. С этим нет проблем. Из-за отрицательных моментов опасность получить травму для курьеров на скутерах и велосипедах. В ресторанах часто путают в комплектации заказов. Надо проверять, иначе придется возвращаться и менять на правильное. Возмущается Владимир. Как курьер могу написать, что в компании две херни. Программное обеспечение и приоритет вела над остальными. По айтишникам полгода одни и те же глюки с якобы пропущенными заказами. В итоге за день можно дождаться 3-5 заказов. А летом бывало и по 1-3. И приоритет заказов для вела. Как дождь на авто молятся. Но уравнивать распределение не хотят гады. Зимой, когда велики станут у причалов, это жлобство отвернет половину потребителей. Пишет Леня Леонид. Он под деревом сидит? Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица, и жучок, и червячок. А еще пельмени, суши, про НСС, рокет Андрюша. Не туда понесло к отзыву товарищей. Даже не думайте тут работать. Обманывают по ЗП и всячески разводят тебя на бабки. Лучше машины на мойке мыть, чем работать бесплатно практически в ракете. Что ракета, что главное полное говно. Честно, ибо начальство в принципе, как и везде, тупорылое чмошное жлобье, которое ищет рабов, на горбах которых они рубят бабос. Ну и напоследок пишет некий пользователь, который назвал себя патриотичная доставка. Вот так, товарищи. Заходили на рынок под предлогом, мы не такие, как все, будем прислушиваться к мнению курьеров. А по итогу, что-то не устраивает вас. Не держим. Увольняйтесь нахрен. Курьерское приложение сделано на коленке, благодаря которому за заказ получаешь одинаково. Хоть ты один километр проехал, хоть 10 км. С самого начала расстояния огромные. В среднем за заказ выкатываешь 10 км+. Странные решения компании в виде повышения радиуса. Заработок на своих же курьерах в виде брендированных шмоток, которые изначально можно было приобрести в добровольном порядке. Сейчас же обязательно нужно купить футболки по завышенным ценам. Операционный директор часто заглядывает в курьерские часты, посраться с работниками своей доставки, при этом непонятно, какие он функции выполняет, и насколько качественно, раз уж у него хватает времени заниматься ерундой такой. Заказов мало, чтобы выполнить хотя бы какой-то маломальский бонус, чтобы получить хорошую ЗП. Более-менее надо висеть на линии с утра до ночи, катаясь по городу в поисках работы. При этом они все равно регулярно набирают новичков, одно время даже таксопарк подключали. Сейчас же отдельно все тот же директор, гад, вводит свой скутер-парк с неадекватными ценами на аренду и с отдельным набором под него. Зарплату постоянно понижает, и это будет продолжаться постоянно. С Маком вообще весело вышло. Подключили его и сказали, что, мол, вы его очень быстро возите, заказы с него будут считаться 2 за 1 в бонус. Это просто гениально. Куда идет ваша зарплата, спросите вы. Но ракета открывается в других городах. Бигборды в городе, реклама в интернете. Это когда в вашем Крижополе предлагают доставку с Киева. И кабинки на пляже. Чаку Норрису, в конце концов, это правда, есть видео, где он поздравляет ракету с подключением Мака и читает текст с листочка. По моему скромному мнению, руководству ракеты не стоит рассчитывать на мото и автотранспорт. За те 2 косаря гривен с копейками, что сейчас получает подавляющее число курьеров, никто не захочет гробить свое транспортное средство. К тому же ЗП можно получать уже более простыми путями, чем ездить по дорогам, рискуя своей жизнью и здоровьем. Вот такая она украинская доставка. Че так? А сейчас народная мудрость. И прибежала зайчиха, и закричала. Ай-ай, мой зайчик Ванюша попал под трамвай. Мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай. Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки. И теперь он больной и хромой, маленький труженик мой. И сказал Айболит, не беда, подавай-ка курьера сюда. Я пришью ему новые ножки. Он опять побежит по дорожке. Бургер Юльки притащит из Мака, чтоб росла ее тощая срака. Принесет он Ульяне суши и тюльки, чтоб росли у нее большие тетюльки. И принесли к нему Ваньку, такого больного, такого хромого. И доктор пришил ему ножки, и Ванечка прыгает снова. А с ним и зайчиха мать тоже пошла танцевать. И смеется она, и кричит, ну спасибо тебе, Айболит. Вдруг откуда-то шакал, прям изглова прискакал. Вот вам телеграмма от Гиппопотама. Приезжайте, доктор, в Африку скорей. Накормите, доктор, наших малышей. Что такое? Неужели ваши дети похудели? Да-да-да, садись в ракету, по батону, по паштету, по сырочку, по сосиске. Но и нам немного биски. И встал Айболит, побежал Айболит. По полям, по лесам, по лугам он бежит. А в лицо ему ветер, снег, да и град. Эй, Айболит, воротися назад. И упал Айболит, и лежит на снегу. Я дальше идти уже не могу. И подумал он про голодную калю. А рядом главист крутит педали. Велик забрал у своего конкурента. Нельзя потерять мне такого клиента. На все я готов ради доброго слова. Люблю я Рокет и клиента любого. Корней Чуковский, Айболит, изменено в юмористических целях и из голодухи. Спасибо я вас тоже очень любить. Именно так, да. Рокет и клиента любого. Рокет и клиента любого. Рокет и клиента любого. Рокет и клиента любого.